Здравствуйте! Постараюсь быть очень краткой. В последнее время большое количество людей пишут мне сообщения приблизительно такого содержания. Какая классная фотография с варанами! Я тоже хотел бы так сфотографироваться. Можно мне, например, приехать тебе в гости, я готов заплатить деньги просто, чтобы подержать его на руках, сделать фотку, погладить. И люди зачастую, ну в принципе, вообще не понимают, наверное, что такое варан и чего стоит фотография с ним. На одну-две фотографии, более-менее нормальные, где он не дёргается, не пытается тебя убить, у меня уходит приблизительно час-полтора времени. И что я вообще делаю всё это время? Да я пытаюсь элементарно его успокоить. Потому что все эти полтора часа он пытается со мной бороться. Он стремится меня ударить хвостом, укусить, вывернуться, покорябать своими когтями, куда-то убежать, перевернуть всё, что находится в этой комнате, раскидать. Очень сильно агрессирует. И это отнимает большое количество сил, потому что, ну, ребят, он 2 метра роста и приблизительно 30 килограмм. И все эти 30 килограмм – это не просто какая-то амёба, а это исключительно мышцы. И вот приблизительно 30 килограмм мышц пытаются тебе любым образом показать, что твое присутствие им не нравится, и лучше тебе уйти и вообще его не трогать. Поэтому это видео я снимаю специально для тех, кто очень хотел бы сделать с ним фотографию. Параллельно с этим я хочу ещё поменять его в воду, убраться у него и покормить. И поскольку на ютубе очень много сердобольных людей, которые не переносят кормление живыми объектами, сегодня мы будем кормить варана куриными крыльями. Куриные крылья для варана – это что-то из серии дна, которая пробита, но я надеюсь, что, по крайней мере, это не вызовет у вас никаких триггеров. Ну что, давайте же с вами начнём пробовать делать фотографию с вараном и смотреть, как это выглядит на самом деле. От варана очень сильно пахнет вараном. Это такой специфичный запах, я не объясню, на что это похоже, но суть в том, что если трогать его голыми руками, этот запах, он может несколько суток сохраняться у тебя на руках, и ты его ничем не отмоешь. Поэтому я постараюсь работать с ним в перчатках, не зная, что из этого выйдет, так как в них, конечно же, неудобно. И сразу хотелось бы уточнить, эти перчатки, они никак вообще не защищают от укусов. Он может их лёгкую прокусить, и всё равно придётся зашивать полруки. Не обращайте на них внимания, это не техника безопасности. Это, конечно, красиво, надо было, наверное, волосы убрать, да? Это же типа не по технике безопасности. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нашёл хорошенько? Хорошо. Самое страшное позади. У меня что, Арчи-то звездонутые, что Арси? Все мальчики немного дураки. Вон так напряг свой хвост и вообще сейчас лучше ее пускать. Очень напряжение. Обхвата одной руки недостаточно, чтобы полностью, так скажем, ухватить его хвост. Ухват. 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 вот так неудобно просто перчатка рука соскальзивая с хвоста и вместе с этим снимается перчатка таким образом совершенно неудобно держать ну что ребят кто-нибудь еще хочет сфотографироваться поднимать его не буду на фотографии на другом он еще не такой огромный но смысл в том что его надо сейчас правильно захватить и когда его хорошо держите у вас есть некоторое количество времени чтобы сделать фотографию вот в принципе весь секрет но как только он оказывается в удобном для него положение он начинает бежать убивать и делать всякие гадости можно еще пояс по дороге думаю стоит перекусить пробуем последний раз подержать и я думаю отпустим уже ну как так то все я буду отпускать и в завершении хотелось бы пробежаться по наиболее часто задаваемому вопросу первый вопрос как его зовут есть вторая интерпретация этого вопроса почему его так зовут отвечаю его зовут арс это сокращенное от арсений 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 они ксения пиццы селя в принципе очень сзагузы что мне такой вариант понравился я решала на сайте именно так кальч то его нужно кормить я кормлю его раз 7-10 дней все зависит от того что он поел и насколько плотно было его кормлением но хотелось бы добавить что вариант Варан — это такое очень специфичное существо, и он практически всегда будет голоден, но не надо этому верить. Есть ещё один очень классный вопрос, который задаётся не в разных интерпретациях, но смысл его приблизить на один и тот же. А это комодский варан? Он же, когда вырастет, будет такой огромный. Где ему жить? Это не комодский варан. Это вид белогорлый варан и подвид черногорлый варан. Ну, в принципе, вы можете в интернете посмотреть белогорлый варан, там у них не особое отличие. Постоянно ли он сидит в своём террариуме? Нет, в своём террариуме он сидит не постоянно. Дело в том, что эти вараны, они древолазы. Он очень любит залезать куда-либо наверх, карабкаться. И поэтому это было бы, с моей стороны, очень кощунственно и нехорошо по отношению к нему, если бы он постоянно сидел в своём террариуме. Именно по этой причине он очень часто из него выходит и разносится в комнату. Моя следующая цель по отношению к этому варану, это перестроить его жилище, сделать его в несколько ярусов, чтобы он мог по лестнице забираться на второй ярус. На первом ярусе у него была бы поилочка и какой-нибудь очень плотный песок, об который бы он мог поточить свои коготочки. А на втором ярусе такой, знаете, чил. Он просто бы отдыхал. И при всём при этом можно было бы забраться. Где я его купила? Я его купила в ВКонтакте, в паблике продажи рептилий. В основном там продаются углифары и майсовые ползы. Но иногда выстреливают действительно очень интересные и стоящие предложения. Его просто нужно периодически мониторить, и тогда вы сможете найти что-то для себя. Он ко мне приехал из... Он ко мне приехал из Москвы в пластиковом контейнере. Я вам сейчас даже покажу, как этот контейнер выглядел. Вот тот самый контейнер, в котором мне приехал варан. И сейчас очень трудно представить, что он может туда поместиться, потому что вот моя рука. Он, конечно, за это время безумно сильно подрос. Сейчас он сюда не поместится, поэтому там живут тараканы. Но, тем не менее, вот это именно тот самый контейнер, в котором он и приехал. Ну вот и всё. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Или же пишите мне ВКонтакт. Ссылку на ВКонтакт я оставлю под видео. Я с радостью на них отвечу. А может быть, даже сниму целый ролик-ответ. Ну что? Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok